Здарова, боец! Да, знаю, давно не виделись за это, сразу извиняюсь, в последнее время очень загруженный график. А теперь к теме нового ролика. Я продолжаю делать видео по советам, которые вы даете мне в комментариях. Некогда некий чувак под ником Энди написал мне под видео, «Лео, как почистить клиент? Музыка от серверов, плагины и так далее, чтобы вот прям чистый стал». Вот на эту тему сегодня и поговорим, а еще в конце видео вас ждут ответы на часто задаваемые мне вопросы по поводу, когда новая сборка, лава, что с моим сервером, когда будут стримы и так далее. Усаживайтесь поудобнее, поехали! Но сначала расскажу вам о канале Джампер, а Джампер это чувак, у которого очень хорошо получается снимать обзоры на сервера модов Jailbreak, Deathrun, зомби и других необычных модов. Еще он нередко сливает приватные сборки серверов, в общем его видео собирает очень хорошие просмотры, если ориентироваться на количество его подписчиков, а это уже о чем-то договорит. Поэтому я рекомендую вам заглянуть к нему по ссылке в описании и заценить новые видео, которые выходили пару дней назад. Ну а мы тем временем поговорим о чистке CS 1.6. Не буду разглагольствовать, сразу перейдем к делу. Если вы по какой-то причине решили почистить CS, то знаете, проще на самом деле не заморачиваться и переустановить ее с нуля подчистую, по ссылке в описании, кстати, можно скачать. Что значит с нуля? Это когда вы удаляете ее сначала через панель управления во вкладке удаления программы, а затем вы вручную сносите папку с игрой со всем мусором и устанавливаете ее заново. Но если это вам не помогает или вы по какой-то другой причине не хотите переустанавливать игру, то тогда слушайте дальше. Сразу же хочу сказать о самом печальном, что если, допустим, у вас появилась какая-то реклама в CS, сменился поиск серверов там, или вас кидает на другие сервера, или еще что-то происходит с Counter-Strike с вашей, что вам не нравится, от этого не всегда получится избавиться просто. Порой даже переустановка CS не помогает, даже подчистую. И проверка антивирусом не помогает. Дело в том, что есть очень нехорошие люди, точнее сказать даже твари, а не люди. Уж извините, которые создают софт, программы, которые незаметно к вам устанавливаются и производят определенные действия. И как бы вы не переустанавливали CS, избавиться от того говна, которое происходит с игрой, не получится. А все потому, что программа работает в скрытном режиме и внедряет она свой функционал тогда, когда видит, что запущен ярлык hl.exe, в общем, либо вообще любой другой ярлык, который связан с Counter-Strike. Выходом здесь будет только либо найти эту программу и удалить, что вряд ли каждый сможет сделать, либо же реально откатывать систему или вовсе сносить винду под ноль. Вот как-то так. Ну, а теперь перейдем непосредственно к чистке CS 1.6. И опять же, если вы не хотите париться, вы можете взять программу, которая сама удалит весь мусор, восстановит стандартные файлы, уберет баннеры, коннект и так далее. Можете ее погуглить, но в принципе ссылка на нее есть в описании. Но все же я расскажу, и как вручную может почистить клиент максимально качественно, тем более если софт удалил не весь хлам вдруг. На случай, если вам нужно удалить лишние пункты из игрового меню, или у вас имеется автоконнект, при подключении к серверам вас кикает с ошибками фейк клиент или Reliable Chain Overflow, то на этот случай у меня уже сняты ролики, поэтому эти моменты я не буду затрагивать. Ссылки на видео будут в подсказках справа вверху или в описании. Тем не менее, переходим к ручной чистке CS 1.6 от мусора. Во-первых, если у вас Steam CS, и вам нужно удалить просто все, чтобы накачалось с серверов, всякие модельки, звуки, спрайты, музыка, картинки и так далее, переходим в папку, где у вас лежит CS 1.6 Steam. Обычно это Disk C, Program File, Steam, Steam Apps, Common, Half-Five. Либо через библиотеку нажимаете свойства Counter-Strike, переходите по менюшкам и локальные файлы ищите. Нажимаете на кнопочку. В общем, можете просто через Disk C перейти или какой там у вас диск. В ней находим папку Strike Downloads, то есть в папке Half-Five папка Strike Downloads. Да-да, Steam CS так устроена, что все необходимые файлы для игры на серверах качаются в отдельную папку, что очень, кстати, удобно по сравнению с пиратской CS, куда все файлы, в свою очередь, качаются в обычную Strike и порой путаешься. Если вы хотите почистить CS, то просто зайдите в Strike Downloads, если у вас Steam CS, то есть платный, лицензионный, удалите все содержимое папки просто и все. Только теперь при заходе на любимый сервер, все его модельки и звуки спрайты у вас, естественно, скачаются заново. К слову, если все-таки надумаете перестановить CS, то скачайте ее с моего сайта, ведь если у вас дошло дело до перестановки CS, значит она явно не защищена, а все мои сборки защищены протектором от взлома и всяких, так скажем, какажек. Установите один раз и навсегда, подписчики уже проверили на себе это и уже годами играть на моих сборках. Пробуйте, ссылка в описании. Теперь переходим в папку к Strike. Здесь содержатся файлы типа .dem и .bmp. Удаляем их. .dem это наши демки с серверов, которые автоматически записываются на случай бана, а bmp это скриншоты, которые обычно также делают нам сервера. На случай, если у вас при нажатии на кнопки происходят какие-либо странные действия в игре, например, пишется реклама в чат или коннект к серверу идет, то ищем файлы с расширением .kfg и удаляем все, кроме самого главного, это config.kfg, его не трогаем пока. Всякие auto.exe, user.config, joysticks, banner, game.kfg и другие, все кроме config.kfg удаляем, либо очищаем, как хотите, к слову, первые два можно не удалять, а просто очистить. Это я про auto.exe и user.config. Теперь открываем наш главный config, файл config.kfg и внимательно его изучаем. Этот файл, кто не знал, содержит наши настройки управления в кс. Ищем в нем подозрительные строчки, которые могут содержать такие команды, как say и реклама какая-то, слово bind, которое включается в строчки IP какого-то сервера, всякие там connect IP и так далее. Если нашли, стирайте и сохраняйте файл. Только будьте внимательны, не удаляйте стандартные бинды команды или настройки, только те удаляйте, которые содержат подозрительные строчки, вроде рекламных сообщений или IP серверов. В любом случае, если боитесь или что-то сломали, скачайте стандартный config.kfg в интернете, config.kfg, и их полно на самом деле, и закиньте в папку с заменой, с перезаписью. А вот в случае, если у вас пиратская кс.1.6, то тут удаление личных файлов без знаний, их самих может повлечь некорректный и дальнейший запуск игры. Поэтому, если не знаете, лучше не трогайте, просто переустановите игру. Но на всякий случай, про пару папок расскажу. Папка Maps в Strike отвечает за карты, которые у вас есть. В целом, вы можете хоть все оттуда удалить, но если удалите это, то при запуске локального сервера, то есть при создании новой игры, допустим с ботами, у вас не будет списка карт, либо будут, но не все, смотря какие удалите. В папке Models хранятся модели игры, это модели оружия, игроков и других объектов, например, частей карт. В папке Models есть папка Plower, в этой папке должно быть по сути только 9 папок, это 4 модели за контров, 4 модели за террористов и 1 за випа, 9 папок. Ну может быть и 10, если там лежит папка Chicken, ее тоже можете не трогать. А так, по сути, это Arctic, Gign, GSG9, Guerrilla, Lead, SAS, Terror, Urban и VIP. Все, если есть всякий админ модел, леди, герл там и так далее, смело удаляйте. В самой же папке Models, если вернуться назад, должно быть примерно 2 папки. Это Plower, где лежат модели игроков, и Shield, где лежат модели со щитом. Остальные файлы отвечают за модели оружия и объектов, что ниже папок расположены, их не трогайте. Обычно с серверов модели качаются в отдельные папки, Поэтому, если вы заметили в папке Models другие папки, кроме тех двух, Всякий там VIP, VIP Gold, Custom Weapons и так далее, удаляйте. Только имейте ввиду, когда удалите содержимое из CS в корзину, сразу ее не очищайте. Если вдруг вы что-то не так сделали, и при запуске CS будут ошибки или глюки, Вы можете восстановить файлы из корзины, чтобы было все как прежде. И потом вы не ругались на меня в комментариях. В целом, я думаю, вам хватит этой информации, чтобы удалить лишний мусор с серверов, Который вам не нужен, или просто-напросто занимает уже кучу лишнего места на жестком диске или SSD. Поэтому, на этом у меня все. Был рад вам помочь, если помог, ставьте палец вверх. Это очень важно для продвижения видео, чтобы оно помогло еще многим людям. Если также хотите помочь другим, просто нажмите под видео кнопку поделиться, И поделитесь этим видео в соцсетях. Это также поможет людям, которые играют в CS 1.6, у которых засорилась игра. Пишите комментарии, если вдруг я что-то упустил, да и в целом выражайте свое мнение в ролике. Пишите новые идеи о роликах. Включайте колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и стримов. Ну и да, как и обещал, ответы на вопросы. Когда лава сборка? Дело в том, что когда я ее делал, у меня было много времени и было желание этим заниматься. Сейчас же я стал очень загружен на работу, и у меня появились другие, очень интересные интересы. Поэтому до моделей руки не доходят, не всегда и очень редко, как и желание. Да, я ее сделаю, это будет 100%, но когда? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но думаю, я постараюсь до конца года. Ведь уже декабрь, я ничего не обещаю, сразу говорю. Просто думаю, что у меня в голове. Когда стримы? Стримы всегда бывают в тот момент, когда я к ним расположен. Когда есть соответствующий настрой, время и сила. Тогда они и происходят. К слову, был бы у меня компомощнее, я стримил бы почаще. Что с моим сервером? С моим сервером все нормально в целом, как бы относительно. Его просто нужно пересобрать и заняться онлайном и новой сборкой. Тогда все будет хорошо. Скоро это случится. Я думаю, выберу время в этом месте и займусь сборкой сервера с нуля на новом вилде. Ну и конечно, не забывайте, что у меня есть лайв-канал, где я часто выкладываю более живые видео по CS 1.6 с вебкой, а также по другим играм, пилю видосики, живое общение и так далее. Я думаю, там скоро будут и стримы проходить. На этом точно все. Помните про канал Джампера, мою сборку CS 1.6 и сервер. Вся инфа в описании. Скоро увидимся. Пока!